Наши банки, российские банки, прокредитовали украинскую экономику на 25 миллиардов долларов. Если наши партнеры в Европе, в Штатах хотят помочь Украине, то как они могут подрывать финансовую базу, ограничивая доступ наших финансовых учреждений к международным рынкам капитала? Они хотят что, завалить наши банки? Ну тогда они завалят Украину. Они вообще думают, что они делают или нет? Или политика застилает глаза? Глаза, как известно, это часть мозга, вынесенная на периферию. У них что, что-то там отключилось? Тот банк, о котором я упоминал, Газпромбанк есть такой, да? Который прокредитовал только в этом году на 1,4 плюс 1,8 миллиарда долларов Украину сколько получилось? 3,2 миллиарда, да? Он в одном случае прокредитовал НАК Украину, а в другой случае, 4,1, выдал частной компании низкую цену на газ для того, чтобы поддержать химическую отрасль. И в том, и в другом случае этот банк имеет право сегодня предъявить требования к досрочному погашению, потому что украинские партнеры не выполняют кредитных обязательств. А ВИСОБСИБЦАЛИН? Вопрос, что он платит, они или нет? ЗИЦАЛИН, в тот момент. Они обслуживают кредит. Один из кредитов обслуживается. Но, тем не менее, НАК Украине есть условия, которые тем не менее все равно нарушаются. И у банка есть формальное право предъявить претензии к досрочному погашению. Во втором случае 1,4 миллиарда. Это вообще не возвращает. Правительство заморозило этот газ в подзянном хранилище. Не выдает в свою промышленность. То, что они подрывают химическую промышленность, это их дело. Как бы людей без работы оставляют. Что тоже плохо, но это их дело. Поскольку газ до потребителя не доходит, не оплачивается, наш банк не получает назад эти претензии. И он тоже имеет право предъявить требования к досрочному погашению. Если мы это сделаем, завалится вся финансовая система Украины. А если мы это не сделаем, может завалиться наш банк. Что нам делать? Кроме этого, вот тот кредит, который мы выдали, там есть условия, что если общий долг Украины превысит 60% ВВП, то мы, Минфин России, имеют право предъявить требования к досрочному погашению. Если мы это сделаем, вся финансовая система опять завалится. Мы уже приняли решение, мы этого не будем делать. Мы не хотим усугублять ситуацию. Мы хотим, чтобы Украина наконец вставала на ноги. Но в случае с банком, это финансовое учреждение, это акционерное общество, это в принципе ответ на ваш вопрос. Любые ограничения, они контрпродуктивны и в конечном итоге наносят ущерб всем участникам международной экономической или финансовой деятельности. Продолжение следует...